Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчей Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И читаем мы 27 главу. Я напоминаю, что принцип чтения, который я предлагаю, это сравнение двух, а по большому счету даже, наверное, четырех текстов. Речь идет о переводе, который я читаю как основной. Это перевод Юнгерова, профессора, который делался с славянского и, соответственно, даже с греческого текста, так называемый тексты Септуагинты. Почему это важно? Почему важно именно этот текст знать? Почему мы к нему обращаемся? Потому что с Септуагинта же переводился славянский текст, и человек, приходящий в храм и слушающий книгу притчи в храме, зачастую он будет слышать ее на славянском языке, и перевод Юнгерова ближе к этому самому славянскому языку, потому что делался с того же греческого оригинала. Но в то же время мы сравниваем этот текст с текстом синодального перевода. Этот текст делался с масоретского еврейского текста, так что получается увидеть некоторую такую полифонию разных голосов и разных текстов. Итак, начнем. Соломон, обращаясь к своему сыну, говорит, «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что породит наступающий день. Пусть хвалит тебя ближний, а не твои уста, чужой человек, а не твой язык. Камень тяжел, и песок бремя, но гнев неразумного тяжелее того и другого. Безжалостен гнев, жестокая ярость, но ничто не сравнится с ревностью». Вот такое небольшое введение. И совершенно замечательно Соломон говорит здесь о том, чтобы человек не был самоуверенным, не хвались завтрашним днем, потому что ты не знаешь, что он породит. Известно, что церковь не признает и не принимает никаких явлений подобных астрологии или гаданиям. Довольно жестко всегда на это реагирует. И в святоотеческих творениях есть масса высказываний по этому поводу и у современных богословов. Астрология всегда казалась церкви родом магии. И кроме того, сегодня, если мы посмотрим на сегодняшних астрологов, которые мимикрируют под науку и говорят, что у них все объективно и все научно, мы понимаем, что они не признаются наукой, потому что всерьез, конечно, их так называемые исследования рассматривать невозможно. Но и с духовной точки зрения получается, что жизнью человека управляют звезды, в то время как мы знаем, что жизнью человека и обстоятельствами жизни человека управляет Господь, и сам человек участвует в том, как строится его жизнь. Но какие-то далекие звезды просто так механическим путем на нашу жизнь не влияют. Ну, только если в рамках физики, конечно. Солнце влияет на нас и другие планеты. В рамках просто физических законов этого мира. Они не влияют на нашу судьбу, не влияют на наш характер и подобные вещи. И далее он пишет, «Пусть хвалит тебя ближний, а не твои уста, чужой человек, а не твой язык». То есть, конечно же, он предостерегает здесь читающего от бахвальства, от самомнения, от того, чтобы хвалить себя. Вообще самость как явление и как зачастую порог в Писании, естественно, осуждается, потому что человек, который начинает хвалить сам себя, он теряет критическое мышление, теряет критический подход и практически не способен, оказывается, дальше посмотреть на себя объективно. Отсюда рождается, точнее, само это восхваление, конечно, рождается из гордости. И потом здесь, когда прибавляется тщеславие, он уже не может, не способен слышать никакую критику. Поэтому даже в светском обществе, когда человек начинает себя хвалить, это воспринимает как нечто неприличное. Одно дело, когда человека хвалят другие, он по-разному может воспринимать похвальбу. Кто-то может к ней стремиться, кто-то может стесняться ее. Здесь все зависит от темперамента, в том числе, конечно. Но самому хвалить себя недостойно, не с эскетической и духовной, моральной точки зрения. Так что, конечно же, одно дело, стоит ли стремиться вообще к похвале, другое дело хвалить самого себя. Хвалить самого себя Соломон призывает этого не делать. Но насколько мы можем стремиться к похвале другого? Вот из слов Соломона получается так, пусть хвалит тебя твой ближний, а не твои уста. И можно сделать вывод, как будто бы он говорит, что стремись к похвальбе ближнего. Но на самом деле, конечно же, это не так. Здесь для читающего просто предоставляется выбор, на чье мнение ориентироваться о себе, на свое собственное только, или на мнение окружающих, на одобрение окружающих. И вот всегда, если человек сам себя только одобряет, здесь возникает такая опасность, что он начнет одобрять то, что ему удобно, начнет одобрять то, что ему хочется одобрять в самом себе, в то время как человек, который судит со стороны, он может посмотреть объективным взглядом. И поэтому, конечно же, вот оба этих пути, они могут и привести к опасности, если человек, например, может ориентироваться только на свое мнение. Но, конечно же, и не менее опасен путь, если человек начинает ориентироваться только на чужое мнение, Потому что здесь тоже общество бывает разным. Одно дело, ты ориентируешься на мнение христиан, например, которые живут вокруг тебя, или живешь в христианском обществе и более-менее доверяешь его оценкам. Или, например, ты живешь в среде неверующих людей или людей развращенных, каких-нибудь грешных, и они тоже тебе формально могут являться ближними, но горе тебе, если ты начинаешь стремиться к их хорошей оценке или ждешь от них похвалу. Хотя, конечно, представить себе общество, в котором вообще все границы уничтожены и ругают за доброе, а хвалят за злое, довольно сложно. Даже в самом атеистическом обществе все равно сохраняются зачастую представления о честности, о справедливости, о скромности, скажем, да, взаимопомощи. Так что человек должен жить всегда, смотря сам на себя своими глазами, стремясь к трезвой оценке, и в то же время смотря на оценку своей деятельности обществом. Далее. Камень тяжел, и песок бремя, но гнев неразумного тяжелее того и другого. Потому что гнев неразумного неразумен, и получается, что человек неразумный, он является бременем для окружающих, потому что кроме вот такого эмоционального всплеска, эмоционального напряжения, которое он создает вокруг себя, от его гнева, от его возмущения нет никакой пользы. Безжалостен гнев и жестокая ярость, но ничто не сравнится с ревностью. Ну, потому что ревность — это уже следующее, человеческая ревность зачастую — это уже следующий этап такого внутреннего напряжения, в которое включается уже не просто представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, как должно быть, да, что должно и что не должно. Потому что гнев, например, ведь это же на самом деле возмущение тем, что человек считает недолжным. То есть если человек гневается, он обычно возмущается тем, что в его глазах неправильно. А вот ревность, в ревность вмешиваются уже такие эгоистичные собственнические чувства человека, когда он ревнует к чему-то, не просто воспринимая это отстраненно, как проблему должного и недолжного, а как будто бы он главный, он основной, он обладатель, и он может решать, как должно быть в одном или другом случае. Далее. «Лучше обличение открытые, нежели скрытая любовь. Надежнее язва от друга, нежели добровольные поцелуи врага. Сытая душа пренебрегает соты, а голодной душе и горькое кажется сладким». Вот этот пятый стих, он довольно интересен, потому что здесь возникает странное выражение «скрытая любовь». «Лучше обличение открытые», да, то есть когда человек обличает другого и делает это открыто, честно, не делает это за спиной, не занимается клеветой или передачей слухов, нежели скрытая любовь. Вот что значит эта «скрытая любовь»? То есть она не проявляется ни в чем полезном. Человек говорит тебе, что он любит тебя, но добра тебе не делает, откровенных честных слов тебе не говорит. И такая любовь в Соломонном называется «скрытой любовью», то есть любовью, от которой нет никакого прока. Она не открытая, не проявленная в делах. «Надежнее язвы от друга, нежели добровольные поцелуи врага». Надежные, опять же, с точки зрения пользы. То есть если друг говорит тебе нечто, что тебе неприятное, и это становится такими своего рода язвами, ранами на твоей душе, если он делает это с любовью, если он делает это корректно, то, конечно же, эти обличения полезны, в отличие от добровольных поцелуев врага. То есть таких слов, которые кажутся добрыми и открытыми, но на самом деле таковыми не являются. И примером такого добровольного поцелуя врага является поцелуй Иуды, который целует своего учителя, но явно при этом желает ему зла. «Сытая душа пренебрегает соты». Ну, имеется в виду, конечно же, сотовый мед, то есть мед, который в сотах. Это такой, так как не было сахара в то время и не было практически ничего подобного сахару, что делало бы пищу сладкой, то вот сотовый мед является таким примером чего-то очень вкусного. И автор говорит, что «сытая душа пренебрегает и даже этим, даже пренебрегает этой сладостью, а голодной душе и горькое кажется сладким». Но, конечно же, речь здесь идет не о горьком и сладком, и вообще не о меде, и не столько о еде. Если продолжить логику вот эту, которая была в предыдущих словах всех, начиная даже с первого стиха, то душа, которая изголодалась по нормальным человеческим отношениям, она готова принимать и вражеские, и льстивые слова, потому что ей хочется, чтобы ее хвалили, хочется, чтобы о ней как-то отзывались, и поэтому она начинает и горькое, то есть то, что вредно и неприятно, почитать за сладкое. В то время как душа, которая адекватно себя оценивает, и которой достаточно говорится и доброго, и какого-то такого сурового и обличительного, она пренебрегает чужим мнением. На мой взгляд, конечно же, правильно в данном случае содержаться такой золотой середины. Не быть присыщенным и не быть голодным. Хотя, конечно же, иногда от человека не зависит, в какой ситуации он оказывается. Далее Соломон пишет «Как птица, покинувшая гнездо свое, так порабощается человек, который удаляется со своего места. Миром и вином и благовониями услаждается сердце, а от бед терзается душа. Друга своего или друга отца не оставляй, и в дом брата своего не входи в день несчастья твоего. Лучше друг вблизи, нежели брат, живущий вдали». Конечно же, речь здесь идет о том, что человек, который уходит со своего места, уходит из места, где все его знают, где есть его друзья, есть его ближние, он оказывается в порабощении, порабощении от обстоятельств, порабощении от других людей, от людей, которые могут его не ценить и не уважать, которые могут просто воспользоваться им. И вот как птица покидает свое гнездо, так человек, так порабощается человек, порабощается всем стихиям, стихиям этого мира, когда он удаляется со своего места. Далее, в девятом стихе, если мы будем читать его по-русски, в синодальном переводе есть одно слово, которое является устаревшим. И человек, который, например, привык к устаревшему языку синодального перевода, он, в принципе, может пройти мимо и не обратить на него внимания. Но мне кажется, что стоит сделать на этом акцент, чтобы вдруг кто-то не смутился. В девятом стихе звучит в синодальном переводе следующим образом. «Масть и курение радуют человека, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Вот здесь употребляется слово «курение». Конечно же, речь идет не о курении сигарет, не о курении табака, речь идет о курении, которое в кадиле употребляется или в любом подобном приспособлении. То есть речь идет о возжигании ладана, о благовониях. И именно поэтому девятый стих у Юнгерова, он звучит следующим образом. «Миром, вином и благовониями услаждается сердце». Ну, действительно, на Востоке такое было, и вот эти благовония, они всячески использовались в жизни и в благовонных маслах, которыми люди натирались. Так что, конечно же, речь здесь не идет о курении, как о том, что сегодня, как явление курения сигарет, довольно распространено. Далее в 10 стихе. «Друга своего или друга отца не оставляй, и в дом брата своего не входи в день несчастья твоего. Лучше друг вблизи, нежели брат, живущий вдали». Вот интересно, что с точки зрения Соломона брат и вообще кровная связь еще не означает, что этот человек к тебе правильно расположен и готов оказывать тебе помощь и поддержку. В данном случае, особенно вот это окончание этого стиха 10, оно очевидно. «Лучше друг вблизи, нежели брат, живущий вдали». То есть у тебя есть родственники, но, например, если они далеко, то рассчитывать лучше на тех, кто здесь рядом, кто является твоим единомышленником, в то время как кровное родство совсем не обязательно может оказаться поддержкой и подспорьем в трудную минуту. И, конечно же, христиане, как, впрочем, и люди, которые слушали Христа, они вполне прекрасно понимают, о чем идет речь. Неслучайно Христос говорит враги человеку, домашние его. Он при этом совсем не обличает родственные чувства и совсем не запрещает человеку общаться со своими ближними. Но в то же время религиозное мировоззрение таково, что иногда приходится делать выбор в пользу единоверца, а не кровного родственника, потому что кровный родственник может просто отказываться от тебя из-за каких-то различий во взглядах. Вообще, конечно, это, наверное, должно быть предметом особого разговора, что для человека оказывается более значимым и важным. Кровное родство или какое-то идеологическое различие, или, скажем, религиозное различие. По крайней мере, опыт разных разногласий, не только религиозных, здесь иногда говорят, ну вот религия, видите, она еще и еще вас разобщает и разделяет людей. На самом деле много что разделяет людей. Политическая деятельность, культурная деятельность разделяет людей. И когда во время революции 1917-1918 годов, когда отец восставал на сына и сына отца, когда родные братья оказывались в разных лагерях, среди красных и среди белых, их разделяла не религия, их разделяла политика, их разделяло мировоззрение. То же самое возможно в культурной среде, то же самое возможно и в среде научной даже, если это представители разных школ. Так что, конечно же, хотя иногда кажется, что кровное родство является самым крепким, далеко не всегда это оказывается так. Наверное, вот такое ощущение сохраняется у людей еще из древности, где действительно вот такая родовая община, она тебя поддерживала. Но в итоге уже в то время, да, Соломон, хотя он и говорит, что лучше не выходить из родства своего, потому что в своем родстве ты обеспечен ближними, но в то же время опираться лучше на людей, которые с тобой единомышленны, и надеются лучше на их помощь. Далее. «Будь мудр, сын мой, да веселится сердце твое, и отврати от себя поносные слова». Одиннадцатый стих звучит здесь несколько иначе. «Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня». То есть здесь у Юнгерова речь идет о том, что сам сын ведет себя как мудрый, и на него не обращается поношение, его никто не критикует. А в еврейском тексте Соломон говорит, «Если ты будешь вести себя правильно, я буду иметь, что отвечать тем, кто меня поносит». То есть это значит, что есть некоторые критики, которые говорят Соломону, что ты неправильно воспитал своего ребенка. И чем правильнее и мудрее ведет себя сын Соломона, тем проще Соломону ответить своим критикам и сказать, что нет, мой сын ведет себя правильным образом. То есть, конечно же, мы замечаем вообще, что во всей этой книге притчей есть некоторая такая... Он советует постоянно во многих словах Соломона, есть такой призыв «Позаботься о добром имени своего отца и своей матери». «Позаботься о том, чтобы они не расстраивались в твоем поведении». «Позаботься о том, чтобы люди, наоборот, радовались тому, как они воспитали своего сына». В общем, наверное, это какая-то такая реализация в деле заповеди о почитании родителей. Далее. «Благоразумные при наступлении беды укрываются, а неразумные, подпавшие несчастью, пострадают. Отними у него одежду, потому что появился злодей, который губит чужое». Вот тоже довольно странно звучащая фраза. «Отними у него одежду, потому что появился злодей, который губит чужое». Этот стих несколько иначе звучит в синодальном переводе. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого и за стороннего, возьми от него залог». Здесь в таких, может быть, несколько сложных выражениях, но Соломон говорит об очевидной вещи, и он тоже несколько раз уже в течение книги мы слышали, делает на этом акцент. Он говорит о том, что не нужно иметь дело с человеком ненадежным, не нужно иметь дело с человеком, у которого плохая репутация, не надо за него поручаться, не надо давать ему деньги в качестве залога и так далее. Ну, вещь довольно очевидная, конечно же. Далее. «Кто громко прославляет друга с раннего утра, тот, кажется, ничем не отличается от злословящих». Замечательная фраза, которая говорит, что если ты слишком часто хвалишь другого человека, то по вреду, который ты ему наносишь, ты ничем не отличаешься от злословящего, потому что ты выбиваешь его, не просто выбиваешь его из колеи своей похвалой или своей критикой, а ты сбиваешь некоторые его прицелы, он перестает критично себя оценивать. И действительно, как тот, кто слишком много хвалит другого человека, он может, ну, своего рода захвалить так, что человек перестанет себя критически воспринимать. Так и наоборот, человек, который злословит, он точно так же, только в другую сторону, да, он может помешать человеку адекватно себя оценить, и человек может начать унывать, если его все время злословят. И то, и другое плохо. «Капли в зимний день изгоняют человека из своего дома, так и сварливая жена изгоняет из своего дома. Северный ветер, пронзительный ветер, но именем он называется приятным. Железо, острит железо, и человек поощряет лицо друга». Вот все это, конечно же, такие иногда образные, да, иногда прямые указания на то, что в человеческом отношении наше доброе отношение может проявляться в несколько суровых словах и строгих. Но если эти суровые и строгие слова являются выражением сурового же и злого, агрессивного отношения, то пользы от них не будет. Вот, например, сварливая жена изгоняет человека из своего дома. Речь о том, что она, почему она его изгоняет, потому что от ее даже каких-то резких слов и критичных слов нет пользы, потому что она называется сварливой, она злится и раздражается на человека, да, на своего мужа, раздражается просто потому, что она раздражительна, она не хочет принести ему пользу. Так и северный ветер, пронзительный ветер, хотя он именем называется приятным. То есть это даже может называться добрым каким-то словом, и человек может называться добрым словом, но все зависит от того, какова его цель. Да, северный ветер тоже называется приятным словом. Дело в том, что, ну, например, если брать греческий эквивалент, то название Борей, оно часто восхвалялось, часто употреблялось как такое хорошее слово и приятное, но при этом сам северный ветер, конечно же, был всегда пронзительным. И вот 17 стих, он тоже в этом же ключе. Железо острит железо, а человек поощряет лицо друга. То есть если люди дружат, то, да, вот как железо, это твердый, конечно, материал. Когда мы точим нож об нож, понятно, что они стираются. То есть если бы нож мог говорить, ему было бы неприятно, что его касается нечто твердое. Другой нож, да, он же теряет от этого. Но вот так и человек поощряет лицо друга. То есть так и человек, когда он с другим человеком общается и когда он даже говорит какие-то неприятные, твердые слова такие, да, если это дружеская беседа, то это всегда приводит к пользе. Кто садит смоковницу, тот будет есть плоды ее, а кто охраняет своего господина, тот будет в чести. Вещь довольно, опять же, очевидная. Как не походит лицо на лицо, так и сердца людей. Очень интересный этот 19 стих. Он несколько иначе читается в синодальном переводе. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Значит, как в воде лицо к лицу. То есть когда человек смотрит на свое отражение, ему кажется, что он все видит точно. Но при этом, конечно же, вода искажает. Искажает цвет, иногда искажает форму. И до конца разглядеть своего лица в воде невозможно. Так и сердце человека к человеку. Очень красивая мысль, она вот как раз соотносится. Как не походит лицо на лицо, так и сердца людей. Ну вот синодальный перевод в данном случае яснее. В чем же здесь ясность? Как ты не можешь разглядеть в воде свое лицо до конца, так ты, зная свое сердце, не должен думать, что таково же сердце другого человека. Оценивая поступок, исходя из своей логики какой-то, из своего мировоззрения, из своего воспитания, из того, что у тебя на сердце, из своего настроения, темперамента, характера, ты не можешь знать за другого человека, что у него на сердце. И, конечно же, это означает, что человека нельзя оценивать, просто только исходя из своего мировоззрения и мироощущения. Это очень верная и очень глубокая мысль. Сердца людей не похожи. Ты можешь думать нечто по-своему, и думать, и у тебя могут быть свои причины для этого, но у другого человека может быть другое мнение, и это мнение, оно не на пустом месте вырастает, у него другое сердце, он имеет право на это мнение. Ты можешь ему сказать, что он неправ, он даже может действительно быть неправ, но не думай сразу, что ты понял другого человека, что ты глубины его сердца узнал. Только Бог сердцеведец. Поэтому, как ты не стремишься добиться от воды точного отражения, так не надейся добиться в личном каком-то разговоре полного понимания сердца другого человека. Оно всегда будет оставаться в последней глубине, будет оставаться таинственным. Далее. Ад и пагуба ненасытимы, так ненасытны и глаза человеческие. Мерзость пред Господом, дерзко поднимающие глаза, они, воздержанные языком, невоспитаны. Как плавильней серебро, горнилом золота, так человек испытывается устами, которые хвалят его. Сердце беззаконника ищет зла, сердце же правое ищет знания. Вот очень интересно, да, что человек всегда ищет своего, вот поэтому глаза человеческие ненасытимы. Но дальше, Соломон говорит, да, человек испытывается, вот как плавильней серебро и горнилом золота. То есть это очень такое серьезное испытание. Речь идет о переплавке буквально. Так человек испытывается устами, которые хвалят его. То есть человек вообще проверяется, насколько он на самом деле способен к серьезному восприятию самого себя, к честному, к какому-то такому адекватному. Или может быть он только и ищет, чтобы его похвалили, и когда его начинают хвалить, он сразу начинает покупаться вот на эти такие внешние слова, слова хвалящие. Сердце беззаконника ищет зла, сердце правое ищет знания. Сначала кажется, что это, ну, о чем-то совершенно другом. Но на самом деле, вот смотрите, человек испытывается устами, которые его хвалят. То есть человек ищет похвалы. И вот сердце беззаконника ищет того, что для него, может быть, и вредно. Даже Соломон называет здесь это злом. Но при этом он все равно это делает, потому что ему этого хочется. К этому стремится его сердце. Он хочет похвалы. А сердце правое чего ищет? Оно не ищет похвалы, оно ищет знания. А знания какого? То есть истины. Оно ищет истинной оценки себя, как человека, да, как христианина, как верующего, например, или даже просто как работника, который нечто делает. Вот праведный человек, он не ищет похвалы. Праведный человек ищет знания. Далее, если неразумного будешь бить для посрамления его, среди народного собрания не отымешь безумие его. Ну, здесь, конечно, очевидно, речь идет о том, что человек, который неразумен, он не может воспринимать критику. 22 стих несколько иначе звучит в синодальном переводе. «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его». Ну, содержательно, конечно, речь об одном и том же. Далее. «Внимательно наблюдай за состоянием стада твоего и имей попечение о валах твоих, потому что власть и сила у человека не навек и не передается из рода в род. Заботься о злаках полевых, жни траву и собирай горное сено, чтобы иметь тебе овец для одежды. Дорожи полем, чтобы иметь ягнят». Вот в этой группе четырех стихов, конечно же, речи это о том, чтобы человек заботился о своем имуществе, потому что оно не передается по наследству как какое-то естественное право, не передается по наследству как способность говорить, мыслить или ходить на двух ногах. Это то, о чем надо заботиться. Ну и окончание этой главы, 27 стих, они звучат по-разному в синодальном переводе и в переводе Юнгерова «Сын мой, ты имеешь от меня твердое слово для жизни твоей и для жизни твоих служителей». Синодальный перевод «И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, на продовольствие служанкам твоим». Ну мы видим, конечно же, что текст этот просто отличен. По всей видимости, существовали какие-то разные варианты этого текста, потому что в одном случае мы видим указание на достаточность слов для жизни, да, а в другом случае мы видим, что речь идет о достаточности пищи для пропитания самого читающего и его окружающих, его окружения, его помощников. Всего доброго, ангелохранители!